Ну, учитывая, что мы прилетели 24-го числа, 27-го матча, естественно, одноразовый режим работы будет. Осталось две тренировки полноценные до официального матча, поэтому непосредственно только тактическая подготовка. В любом случае они находятся в игровом тонусе, можно говорить о накопившейся усталости, но игры сборные все равно это мотивация огромная. И мне кажется, здесь не стоит сейчас говорить о физической подготовке перед этими матчами, это идет полномерно, из сезона вытекает все. Поэтому, на мой взгляд, готовы они хорошо, вопрос, хватит ли сил на все 90 минут или сколько будет длиться матч. Вот это да, вопрос есть, что может быть у кого-то просто от накопившейся усталости не будет возможности провести всю игру. Поэтому здесь мы будем, в зависимости от наших показателей, по датчикам, как-то пытаться ротировать состав. Ну, что нравится в девчонках, они умеют быстро переключаться непосредственно на матчи сборной. То есть мало кто зацикливается на клубных каких-то переживаниях, что не хватило очков, либо радость, эмоция от того, что заняли какое-то место. То есть все находятся в таком рабочем режиме и понимают важность этих встреч. Можно сказать, что быстрый гол, конечно же, да, который мы забили им. И в целом, если говорить по матчу, то реализация наших моментов, которые мы создавали, она приносила максимальный нам успех такой, да. То есть мы сколько моментов создали, практически столько же забили. Опасны Косово в быстрых атаках. Есть хорошие игроки, которые могут убежать, которые технически хорошо оснащены, очень быстрые. Мы это знали. И, в принципе, у нас эти же проблемы были в игре с Косово. Но футболисты справились, могли нейтрализовать, скажем так, их вот эти вот быстрые атаки. И получилось, что в целом мы справились с задачей максимально, как хотели. Может быть, можно было забить больше мячей, но на тот момент это и так был самый крупный счет в наших встречах. Ну, конечно, мы можем говорить о том, что с Турцией более вальяжно, наверное, мы относились к оборонительным нашим действиям. Были нацелены на то, чтобы забить как можно больше мячей. Это нам мешало. Были ненужные включения игроков. И в целом, да, где-то не хватило, наверное, сил на то, чтобы обезопасить свои ворота. Ну, а в целом, такие матчи бывают, когда футболистки стараются максимально забить, да, как можно большее количество мячей. Но мы говорили про быстрые атаки, что, в принципе, все соперники стараются играть с нами в быстрые атаки, которые хорошие игроки Турции могут исполнять и выполнять. Естественно, они забили мяч. Ну, конечно, мы ведем аналитику и понимаем, что нам нужно забивать как можно больше количества мячей. Что максимально сейчас с Турцией и с Косово необходимо забить там больше шести мячей в каждом матче. В целом, 12 это будет, возможно, это будет достаточно при удачном раскладе в других группах соперников, что мы можем выйти напрямую. Мы знаем, что расклад таков, что основные матчи придут на февраль. Февраль – это следующий год, где будет понятно уже расклад по группам у команд. Может быть, любой соперник. И Швейцария, мы говорили уже, и Италия. Ну, Италии уже, наверное, нет, да. То есть, Швейцария, даже Италия, может быть, да. То есть, в принципе, слабые команды не попадут однозначно. Даже не слабые, наверное, а уровни ниже нас, либо такого уже. То есть, в принципе, соперники будут достаточно серьезные. На мой взгляд, самое важное – это все-таки, учитывая, что это апрель месяц, хорошо, если у нас начнется чемпионат России, игроки будут уже хотя бы в игровом режиме, в игровом тонусе. Но в целом, на мой взгляд, необходимо делать сборы длительные, ну, хотя бы недельный провести микроцикл до первого матча, чтобы мы могли футболистов, ну, как показывает наша практика, да, встроить вот в этот режим и максимально подготовить к сопернику. То есть, нам нужно времени побольше. У нас много ограничений, благодаря доктору и, в принципе, тому, что происходит. Мы очень мало контактируем, постоянно в масках, в перчатках, в автобусе с командой может есть только один тренер. За столом мы сидим в ресторане по отдельности, у нас девочки сидят каждые за отдельным столом. Это тяжело. Мы минимизируем контакты в теоретических занятиях. Да, у нас рассадка идет полтора метра друг от друга и стараемся уменьшать время на теорию. Соответственно, нет общения такого командного, да, каких-то мероприятий. Мы стараемся этого избегать. Опять-таки, могу сказать, что до этого не хватает, потому что это коллектив, это команда, это живой организм. И, естественно, многие футболисты не справляются, находясь в номере одна, ей тяжело, ей нужно с кем-то разговаривать, общаться. То есть, здесь, в этом плане тоже есть небольшие такие проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова